Давайте самые такие сильные налпишные штуки в продажах, которые я использую. Одна из самых важнейших, которые я делаю, это когда, начиная какой-нибудь вебинар, начиная выступление, я знаю, что я могу вещать 2-3 часа, и мне надо, чтобы люди сидели на эфире. И что я делаю? Я начинаю рассказывать какую-нибудь историю, которая будет просто нереально интересна. А потом на середине бросаю и говорю, что, ой, ребят, ну я в конце об этом договорю. И вот это называется open loop, открытые петли. То есть ты как бы начинаешь, и людям прям реально интересно, и ты такой, ну ладно, я в конце вам расскажу. Например, я рассказываю, как я был на коучинге Дэна Салвана, это мой коуч по личной эффективности. Мы делали такое упражнение, которое называется positive focus, когда тебе нужно выписать все свои достижения за последние 4 месяца, а потом в парах рассказывать. Ну и я рассказываю свои достижения. И тут парень говорит, я тут продался сцены на 1,7 миллионов долларов. Он говорит, я вот сейчас с семьей на Багаму съездил. Я говорю, погоди, погоди, ты продался сцены на 1,7 миллионов долларов? Он говорит, да, что такого? Ну да. И дальше начинает. Я говорю, погоди, погоди, вернись. Я говорю, сколько у тебя народу было на живом? И он такой, у меня 39 человек всего было на моем живом мероприятии, да, заработал 1,7 миллионов долларов. Но там не все оплатили, там на самом деле больше, там больше двух. Ну просто не у всех такие деньги сразу были, и там люди доплачивают. И я начинаю сразу этого человека выпытывать. Для меня коучинг становится как белый шум. Я уже говорю, так, ну расскажи, у кого ты учился продавать, кому ты продавал, что ты продавал. Это чувство, когда ты вот чувствуешь, что ты занимаешься каким-то детским садом. И тут он мне рассказывает. Кому интересно вот, чем, что именно продавал этот человек, который с одного тренинга делает 1,7 миллионов долларов, и какие пакеты, и кому он что продавал, в какой тематике. Напишите мне. И, ну, попозже я вам расскажу до конца эту историю, что именно и кому он продавал. Вот это Open Loop. Вот это то, что я сейчас делал, это ты начинаешь рассказывать какую-то историю, и ты не завершаешь ее, а потом говоришь, что, ребят, я вам чуть позже дорасскажу ее. И вот такие же вещи. У меня куча таких историй, которые я знаю, что они будут интересны предпринимателям, потому что я помню свое состояние, когда мне человек случайно сказал это, как я себя чувствовал, что это просто такое что-то нереальное. Следующая NLP-фишка, которую я использую, это подстройка под будущее. Это, наверное, одно из самых сильнейших, то, что можно делать, то, что я раньше не умел. Когда вы можете рисовать красивые картинки в головах у ваших клиентов. Ну, например, вы говорите, что сейчас у вас есть два пути, то есть все останется как есть, или вы примете правильное решение, будет так-то, вы начнете зарабатывать, вы узнаете новые источники трафика, повысите свои продажи, станете больше зарабатывать, больше путешествовать, и начинаете прям расписывать красивые картинки. Можно также, например, у меня хорошо работает, когда я сам спрашиваю у людей, я говорю, вот вы представьте, что вы заработали первый миллион, например, миллион рублей с вебинара, куда вы его потратите? И люди сами начинают рассказывать, я потрачу его, кто-то говорит, на благотворительность, кто-то бэхо куплю, кто-то родителям дом купит, на миллион рублей, ну, хорошо, если за миллион рублей можно родителям дом купить. Вот. И в тот момент, когда они это делают, как раз они рисуют образы. И когда у человека, с одной стороны, есть красивые образы, которых он хочет достичь, с другой стороны, у него есть боль, которая, ну, тоже вскрывается, там, на выступлениях, на продажах один на один, то тогда уже становится легкая непосредственно продажа. Какие-то объявления, ну, хорошо, нужен вам человек, поздравляю. Раз создавайте, я третью тогда еще какую-нибудь штуку вам расскажу, и налпишную, которая прикольная. Я давно такое не делал, но заметил у Фрэнка Кёрна, сейчас как раз на живом, мы летали, учился в Калифорнии у него. Он это не рассказывал, но я заметил, что он это очень часто делает. То есть, когда он продает, когда он что-то ведет, он говорит две фразы, которые, две-три фразы, которые являются, вот, по сути, очевидными, являются правдой, а третье – внушение. То есть, он говорит, например, вы сейчас здесь, сидите, слушаете перископ, вы сейчас смотрите меня, у вас сейчас раннее утро, и, скорее всего, вам интересно о моей новой тренинговой программе, о которой я расскажу чуть позже. И вот, и когда вот это просто, знаете, вот в обычной речи вставляются такие вещи, то оно настолько проглатывается, то есть, вот, любые внушения. И он все время такой говорит, вы сейчас там слушайте этот вебинар, вы сейчас пришли на этот вебинар, слушайте меня внимательно, и вам интересно, как моя программа «Инфобизнес Блупринт» поможет вам и вашему бизнесу. И ты такой, вот это бомба, вот это Фрэнк говорит уже в этими внушениями. Это тренировка или на автомате у него? Я думаю, у Фрэнка Керна все-таки, ну, сначала он это тренирует, а потом он уже на автомате говорит этими фразами. Тони Робинс вообще, вот я сколько слышал, он прям встроенными командами говорит, он может говорить, говорить, говорит что-то посередине, такой «simply commit the mastery», и он выделяет это тоном. То есть, говорит там, надо это, это, you just simply commit the mastery, и дальше продолжает, и через полчаса продает программу, которая называется the mastery. То есть, до этого он говорит случайно там встроенную команду «впишитесь в программу mastery», а потом продает эту программу через полчаса. И вот не зная я НЛП, я бы вот просто слушал и даже не обратил внимания на подвох. А потом думаешь, какая же это экспертность все-таки, когда ты можешь в речи просто составлять команды, выделять их интонации, и потом продавать курсы с этими, с тем, что ты продавал во время речи.